всем здравствуйте меня зовут кузьмина мария я профессиональный фотограф и вот уже 15 лет я работаю в разных сферах и в разных направлениях сегодня мы с вами затронем самое актуальное и самое важное направление это репортажная съемка она мега разноплановая есть куча разных вариантов и форматов съемки репортажной но все они объединены одним главным ключевым моментом вы должны жить в потоке и чувствовать сию секундный момент мгновение которое вы должны поймать и четко передать для последующего просмотра то есть если мы говорим о съемке какого-то глобального мероприятия у нас будут ключевые моменты да где будет выход на сцену поздравление допустим пресс-вол вам все это надо отснять и очень часто стереотипность мышления наталкивает нас на такую историю когда нам кажется что репортажный фотограф это такой скучный наблюдатель вот тут я с вами не соглашусь совсем потому что репортажная съемка это съемка на одном дыхании если вы расслабитесь вы по факту можете упустить огромное количество вот тех самых вкусных моментов вы можете отвлечься и упустить какую-то такую эмоцию которая возможно погрузила бы зрителя именно в этот вечер или в это мероприятие для меня репортажная съемка это нечто гораздо больше чем просто сухое наблюдение за происходящим репортажных фотографов безумно мало честно я на свои мероприятия не могу найти фотографа каждый раз для меня это сверх задача потому что никто не чувствует действительно очень многие фотографы воспринимают это просто как картинку движущаяся картинка вижу снимаю передаю отдал материал все я равнодушен а что же происходит на моих съемках и почему я в принципе вот несу этот посыл и распространяю чтобы фотографы увидели несколько с другого ракурса репортажную съемку я всегда в процессе как балансирую в двух форматах с одной стороны я человек невидимка то есть меня практически нет нигде я нигде не мешаюсь в зеркалах не отражаюсь и вообще крайне как-то вот грамотно работаю что меня не замечает допустим большая аудитория да там на мероприятии и это очень важно но если хотя бы немножко я нужна клиентам если я хотя бы немножко нужно людям в кадре я включаюсь на 200 процентов и там меня много там я эмоциональная там я позитивная там я много-много с ними общаюсь вывожу их на эмоции раскачиваю чаще это происходит когда это такая история на пресс-воле съемка ну допустим нескольких людей группу большой да ну представьте вот вышли вы у вас не знаю новогодний корпоратив или вручение премии какой-то или еще что то вы пришли на пресс-вол такие красивые но вы переживаете куча софитов на вас направлено вам сложно тяжело и это тоже репортажная съемка и стоит по другую сторону от камеры человек ну вот прям мега не эмоциональность вот таким лицом и просто щелк вы ушли это прям боль и печаль таких фотографов я считаю надо просто исключать из профессии что же делаю я я по максимуму слежу во первых за людьми в кадре то есть если их 10 я сделаю так чтобы каждый из десяти был счастлив каждый из десяти чувствовал себя уверенно и все это было вот реально в кайф самое главное что картинка при этом будет жить совершенно другой жизнью она может быть сухая и неинтересная а может быть мега эмоциональная и мега насыщенная вот пропитанная вот этим мгновением и моментом и люди когда будут пересматривать они будут лишний раз у себя внутри вот это все испытывать и снова окунаться и возвращаться в то состояние в тот момент но если мы говорим о репортаже например детского дня рождения там никто конечно не будет выдавать эмоции под тебя там малыши например них своя жизнь у них своя история ты просто подсматриваешь и вот тут очень важно иногда создавать момент я очень часто выстраиваю так картинку чтобы ну условно даю какую-то задачу отхожу и потихонечку начинаю наблюдать тем самым репортажная съемка происходит в своем логическом исполнении то есть я не вмешиваюсь процесс идет без меня но я послужила таким неким зачатком к какому-то действию потому что дети они прекрасно и с ними легко работать но любой ребенок может взять и выдать ну какой-то негатив или еще что-то потому что нависаешь над ним с камерой пытаешься поймать репортажную какую-то историю если мы говорим о каких-то премьерах фильма или выходе на красную дорожку где у тебя проходит куча селебрити представляете как их раздражает толпа папарацци которые снимают без перерыва и они тоже хотят отснять такую репортажку с прохода на ковровой дорожке вот по статистике на человек который способен вызвать хотя бы какой-то эмоциональный поток который неравнодушен к съемке неравнодушен к человеку на этой ковровой дорожке и не важно кто это там звезда мирового уровня звезда нашей эстрады или просто актриса или блогер ты должен привлечь его внимание ты должен завоевать его внимание и вот прям максимально к себе расположить тогда он не будет видеть всю эту толпу раздражающих фотограф он будет видеть и работать только с тобой и будет настолько это все живо и классно что репортажная съемка превратится в нечто большее и именно об этом я говорю постоянно на своих курсах на обучении что репортаж это не сухо репортаж это сочно это эмоционально это сильно это здорово и если мы рассмотрим вот здесь два примера с вручения адвокатской премии это я так понимаю только глобальная премия в мире адвокатов можно посмотреть под разными углами на съемку да то есть очень часто я вижу фотографов которые остались там 15-20 лет назад они не развиваются они не ищут ничего нового не в принципе как работали со своей камерой так и работают и мне хочется выходить в цифровой мир они работают например только с зеркальными камерами и все их устраивает они не хотят пробовать какие-то новые форматы съемки новой камеры новые линзы к чему это приводит ну вот смотрите 15 лет я на рынке если бы я снимала также как я снимала 15 лет назад я бы просто увязла в болоте у меня был бы тот же ценник а у меня были бы ну примерно те же самые клиенты то есть никакого роста у меня бы не было сейчас я расту вот просто по щелчку пальцев каждый день каждый день у меня новый рывок каждый день у меня там какой-то стартует обучение марафоны курсы почему это происходит потому что я настроена на то чтобы двигаться вперед и это чувствует мой клиент и когда я прихожу на репортажную съемку у нас недавно был очень классный момент когда мы пришли с мужем мы часто в паре работаем мы пришли с мужем на вторую съемку у компании нотариусов и нас встречали так как будто мы прям самые важные гости это безумно приятно я даже передать вам не могу к нам подошел практически каждый член команды их было около 200 или там 300 человек и сказал спасибо фотографии такие просто вот пушка потому что эмоциональный ну вот заряд при просмотре мы как будто снова побыли на том корпоративе как будто снова вдохнули вот эту вот вот этот воздух летний когда мы все смеялись когда все играли когда это было безумно весело здорово и круто за счет чего такой отклик за счет того что мы действительно с полной отдачей отработали мы действительно старались ощутить эту атмосферу их ощущения да вот что что им им весело им здорово им пьяно им еще что то ну в общем мы погрузились в ту историю полностью ее передали тем самым все 300 человек наши потенциальные клиенты и увидев нас второй раз там зала практически аплодировал это как раз про неравнодушность это как раз про съемку репортажа с любовью с чем-то таким более глубинным и интересным и про разные взгляды про разные ракурсы пони конечно выдам должны расти развиваться прокачивать себя до какие-то курсы апгрейдится но у меня есть такая фишка если я больше чем полгода нахожусь в каком-то состоянии ровные по съемке я себя заставляю встряхнуться и начинаю искать какое-то новое видение я ставлю себе сверх задачу который мне кажется невыполнимый то есть из серии я не очень люблю работать с глянцем но я говорю ты пойдешь и снимешь для глянца и вот такой вот выход из зоны комфорта позволяет двигаться дальше и смотреть под разными углами и это касается да именно съемки объективно смотрите справа картинка стандартная просто все вышли на сцену все красивые довольные стоит жена одного из номинантов и снимает на телефон но это очень мило я прям чувствую как она гордится мужем если бы я была сухарем фотографом я бы просто такая отойдите я я тут снимаю вы мне мешаете а я поймала именно тот момент когда она смотрит на мужа с безумной гордостью вот эта фотография для нее и для него она будет сверх важно поэтому если мы говорим о репортажные съемки мы должны помнить что вы не расслабляетесь это на самом деле очень такая ну для выносливых история и крайне непростая я бы даже сказала то есть мы бывает снимаем по 12 часов если это глобальные саммиты или мероприятие и ты должен быть на высоте и ты объективно кроме перерыва на поесть не имеешь права расслабиться потому что отпустив камеру вниз и там поговорив со своим партнером ты можешь потерять фантастически классный смех за соседним столиком или же ты можешь упустить момент когда на той же премьере фильма например какая-нибудь мил милейшая маленькая фанатка кидается обнимать любимого блогер и это тоже репортаж репортаж это такая на самом деле всеобъемлемая какая-то всеобъемлющая история она затрагивает все направления съемки то есть если мы будем говорить о том в каких направлениях я работаю это свадебные семейные детская там съемка беременности частично для рекламы я снимаю частично предметку вот за исключением рекламы предметки во всем даже в рекламе вот во всем этом присутствует репортажная съемка то есть если прокачать свой уровень научить себя смотреть под но под каким-то иным новым углом давать себе сверх задачи из серии вот я сняла прямо а я хочу посмотреть и через телефон и залезть я не знаю на вышку и упасть на пол снять с пола и или посмотреть и снять как-то объемно сквозь декор сквозь отражение или еще что-то то есть воспринимать репортаж как просто сухую картинку это но это в принципе в корне неверный подход это делает из вас плохого репортажного фотографа а если если реально прочувствовать эту историю если понять что репортаж это тоже про чувство про эмоции про любовь закайфовать от этой съемки так как если бы это была какая-то ваша вот самая желанная съемка самая востребованная вами да если вы вот каждой съемке репортажной будете так подходить вы не поверите на насколько она круто для вас откроется и конечно если говорить про рост и развитие я сама например снимая 14 лет на зеркальную камеру с огромным трудом перешла на цифру потому что за цифрой будущее она видит просто в ночи и всевидящее око и я могла бы от этого отказаться потому что ну как бы мне комфортно я человек привычки я не очень люблю какие-то такие вот эпатажные истории серии на и переверни весь свой мир вообще не люблю но у меня есть пример те кто остались там и те кто сильно впереди и я прям хочу к тем кто сильно впереди и вам также советую поступить потому что будущее оно всегда страшное всегда напичкана какими-то новшествами и честно у меня колени трясутся до сих пор при каких-то моих мега глобальных проектах я за все 15 лет не нигде не накосячила не напортачила и всегда получаю вот этот отклик это самая важная отклик от моих клиентов будь то брутальные дяди адвокаты которые да там ну там прям очень серьезные такие взрослые люди уже или будь то пятилетка которая задула на тортике свечки и радуется тому что я вот засняла и и такой первый самый важный день рождения с компанией друзей то что пять лет уже осознанный возраст и она вот может реагировать и благодарить тебя если мы говорим про взгляд про ракурс про передать моменты я всегда приветствую максимально разноплановый подход если мы разберем данную съемку ребенок собирается данный 1 сентября то это ключевые моменты можно даже сбор рюкзака снять с огромного количества ракурсов можно даже в рюкзак залезть по идее просто я вот сейчас такую подборку сделала но суть остается в том же ты можешь поймать момент когда там ребенок реально задумался взял он или не взял но если ты будешь сидеть и наблюдать такая ну ой пропустил ладно мне не очень-то и хотелось или если ты наоборот поставишь его с рюкзаком и скажешь а теперь улыбайся за юж ты не получишь живого репортажа ты не получишь эмоций ты получишь такую но вот сухую не особо интересную картинку и конечно когда репортаж происходит ну без тебя то есть насыщенная картинка насыщенные такие вот действия вокруг тебя то есть снимать одно удовольствие вот когда малышу он пошел обнимать учительницу ну там просто слезкий сглаз но вы либо к этому отнесетесь так ну ладно я сниму либо прочувствуйте момент гордости и учительницы до того как она соскучилась по малышке за летние каникулы прочувствуйте любовь учительницы ученицы к учительнице то есть вот так картинка будет жить а предыдущий вариант она будет такая тухленькая и достаточно спокойно поэтому если мы будем базовые какие-то сноски делать самое главное вы не упускаете момент всегда везде в нужную секунду оказываетесь честно если я в одном конце зала а мне надо оказаться в другом я прям бегу причем я бегу тихо и незаметно если вас нуждается человек по другую сторону от вас вы ему помогать вы неравнодушны вот это сто процентов всегда приводит ко мне моих клиентов они просто после первых же фотографий доверяют мне и никого другого они к себе не подпустят они скажут а можно вы нас фотографируете потому что я показала что я чувствую вижу я сделаю так что будет хорошо я поправлю локон я подскажу как встать я мужчине скажу куда потом положить руки чтобы он выглядел максимально брутально и комфортно и уверенно стоял на ногах чтобы он не переживал снимаясь и самое главное это конечно любить свою работу и получать от нее удовольствие мы объективно много съемок проводили были разные были очень интенсивно интересные были такие более спокойно и наверное немного нудные для кого-то но в каждой съемке я находила что-то такое во что я могла влюбиться вот я вам того же и желаю ни в коем случае никогда не останавливайтесь всегда развивайтесь всегда идите вперед не бойтесь никаких нововведений я вот я говорю я перешла на цифру и безумно довольна и я запускаю какие-то для себя новые проекты и я безумно довольна и вас ждет стопроцентный успех если вы просто будете учитывать все эти моменты вот а репортажная съемка это прям ван лав так что я вам очень рекомендую и разглядеть со всех сторон и влюбиться в нее на все 200 процентов